И он бы добавил еще, слово «тару» он бы перевел, как еще парафразил, как «врикшана». То есть комментаторы очень любят немножечко все усложнять, то есть снабжать какими-то синонимами, парафразами. Это такой вот немножечко усложненный комментарий. Поэтому таких вот простых комментариев, простые комментарии встречаются не очень часто, а чаще всего они такие вот немножко усложненные разными парафразами. Мы тоже будем этим заниматься и повторять. Можно будет, я не знаю, может быть, что-нибудь разыщу в Маленадхе. Есть такие красивые комментарии. Такие тоже «пушпита». Хорошо, еще вопросы какие-то, если остались. А вот насчет «сарвам пушпам». То есть как мы поняли, что это именно прям вот каждый-каждый цветок, а не там все цветы вообще? Ну, потому что все цветы были бы «сарване пушпане». Пушпам в значении вот… Как блоссомик, что ли, да? Ну, это цветок. Не, ну, пушпам – это именно цветок, да. То есть цветы, все цветы были бы «сарване пушпане». Просто понятно, что «сарва» – это не всегда все. «Сарва» – это еще и каждый. А, вот. Это обычное словарное значение. Это всегда надо, кстати, помнить. Там, где мы думаем, что автоматически, ну, многие, скажем так, да, привыкли, студенты привыкли, что «сарва» – это все. Ну, «сарва» – это иногда каждый, да. «Сарва джанага», если в единственном числе «сарва джанага», это не значит весь человек, а каждый человек. Потому что весь человек…